Это нельзя сделать, попив какие-то препараты. Потребители этих марафонов, вот этих коробок с соками становятся всё больше и больше. Может быть, и похудеет, конечно, человек, но это чревато. Все болезни печени – это болезни алкоголиков. Ой, как мне нравится этот нутрициолог, она разрешила пить. Потому что гемангиомы не проходят. Потому что на этом можно по факту списать всё. Ну что, друзья, мы приветствуем вас в новом видео на канале Школы Здоровья Ресурс. У нас вторая серия рубрики «Диалоги о здоровье». И сегодня я предлагаю тебе обсудить такую тоже тему, хайповую, наверное, и поговорить о детоксе. Хайповая, да. Давай для начала, что вообще такое детокс? И как ты относишься к тем детокс-марафонам, которые проходят в Инстаграм? В социальных сетях различных? По факту детокс – это то, что происходит ежесекундно у нас в организме. При помощи органов детоксикации – это не только печень, потому что это и другие органы участвуют в этом. Та же самая кожа, например, да, как орган детоксикации считается. Лёгкие, например, значит, половая система, а там, ну, естественно, кишечник. И детоксикация – это то, что происходит у нас в организме, и без неё мы бы не жили, потому что организму надо очищаться. В нём происходят миллиарды процессов жизнедеятельности там всяких. Клетки какие-то гибнут, какие-то надо починить, бактерии, вирусы там, продукты питания в том числе, которые содержат антинутриенты, токсины. Всё это должно выводиться. А плюс, если ещё учесть, что у нас есть токсины извне сейчас, и их много, и на них точно не была рассчитана наша печень. То есть печень рассчитана на то, чтобы там погибшие клетки какие-то вывести, ну, то есть продукты метаболизма, жизнедеятельности организма. И наша печень не была рассчитана на то, что сейчас появятся ксеноэстрогены, выхлопные газы, пластик этот вот повсеместно, да? То есть и токсинов становится всё больше. Печень наша больше не становится. И вот детокс – это то, что помогает нам очищаться от этого мусора. И это нельзя сделать за две недели на детокс-марафоне. Это нельзя сделать, попив какие-то препараты. Это процесс, который зависит от белково-углеводного жирового обмена. Это процесс, который зависит от того, есть ли у вас хроническое воспаление в организме. Это процесс, который зависит, например, от того, ну, конечно, в каком состоянии ваша печень, да? Ну, от многих факторов. Например, вот человек сидит в офисе по 8 часов ровно на попе. Ну, будет у него работать детокс? Нет. Даже если печень идеально сделает своё дело, всё обезвредит. А, ну, как бы, движения-то нет. Выводить как? Да. Крови, лимфы, ничего не двигается, застойные процессы. И всё это будет оставаться и, конечно же, вредить организму. И вот такой человек идёт такой, он понимает, что у него есть проблемки какие-то. И эти проблемки ему сказали, что это вот детокс, надо почиститься. И он идёт на двухнедельный марафон и покупает себе там какие-то соки, препараты, питание и продолжает сидеть на попе ровно по 8 часов. Будут у него улучшения? Не будет. Логичный вывод. Но вопрос тогда, почему это вообще настолько популярно сегодня? А у нас популярна ещё генетика и паразиты. Это мы оставим с тобой на следующей идеологии. Это знаешь, почему происходит? Потому что всё, что не может объяснить горе-специалист какой-нибудь, я такая же была, когда начинала, я не списывала на генетику, я пыталась разбираться всё-таки. Но специалист, которому клиент задаёт вопрос, а почему это так, а он не может на это ответить, он списывает это на паразитов, генетику или плохой детокс. Потому что на это можно по факту списать всё. Это правда. Это действительно так. Потому что там симптоматика очень неспецифическая, очень разнообразная. И порой индивидуально проявленная, так скажем. Одного так, у другого так. И всё можно на это списать. Особенно те, которые продают антипаразитарные программы, им выгодно у всех паразитов находить. Или те, которые продают детокс программы, им выгодно у всех детокс плохой чинить. Так он и так, если у всех плохой. Он реально плохой. Но это же не поправить соками или препаратами какими-то, бадиками какими-то. Нет, это так не работает. Если бы это так работало, у нас были бы все здоровыми. Вот ты сказала, что да, основные детокс-марафоны сегодня – это детокс-марафоны именно на фруктовых соках. При этом их рекламируют крупные блогеры, самые популярные. Показывают чудо-результаты. Все там, как правило, связывают две вещи – детокс, значит, и похудение. Мне даже в какой-то момент показалось, что детокс – это такой вот новый марафон для похудения. Когда крупный блогер тебе показывает, у меня там за неделю минус 5 килограмм, и вот все ринулись покупать эти дорогущие соки в баночках пластиковых, которые тебе привозят, и ты неделю вот сидишь именно на этих соках, там или две сколько. И это невероятно популярно. Да. Чем грозит такой детокс? Чем грозит такой детокс для организма? Это деньги. Ну вот ты сказала, крупные блогеры рекламируют. Вот, ну понятно, потому что им заплатили за рекламу. А что-то никогда не сталкивалось, или вот читатели наши никогда не сталкивались… Читатели? Читатели. Слушатели наши. Наши подписчики никогда не сталкивались с тем, что крупный блогер рекламирует откровенную ерунду, и вы об этом знаете. А про другую ерунду просто вы не знаете, и все. Я, например, понимаю, что этот детокс – это ерунда, вы не понимаете, но зато в своей сфере вы понимаете, что вот то, что он рекламирует, это ерунда, я, например, не понимаю. На это и рассчитано. Чем чреват такой детокс? На соках? Ну он чреват только тем, что вы потратите зря деньги, и все. Ну и если это, например, на фруктовых соках, то он чреват гепатозом как минимум. Он чреват… Давай, что такое гепатоз? Неалкогольный жировой гепатоз печени. Это когда много углеводов у нас, слишком много, много фруктозы, например, потому что мы безболезненно для организма можем переработать 30 граммов фруктозы. Это маленькое яблочко зеленое, такое небольшого размера. Ну и то, когда мы это жуем в яблоке, мы это жуем. То есть у нас есть слюна, там ферменты, там есть клетчатка. Это постепенно все попадает. А когда мы выпиваем сок, клетчатки нет, слюной ничего не обрабатывается и сразу залетает на утилизацию вот эта вся фруктоза, уже даже не связанная клетчаткой, она летит на утилизацию в печень. А печень у нас так устроена, что не жиры ей вредят. Как раз без жиров печень работать не может. Ей вредит большое количество углеводов и фруктозы в том числе. И вот когда ее много, она начинает прорастать такими жировыми капельками. Ну посмотрите, в интернете есть там стеатоз печени сначала, потом фиброз, потом цирроз, потом онкология. Эти маленькие капельки жира внутри, в паренхемах там, между гипотоцитами печени, клетками, вот они потом превращаются в фиброзную ткань. То есть это уже заместительная такая ткань, соединительная заместительная ткань. А потом они превращаются в циррозную ткань. Вот к чему это ведет. Поэтому фруктовые соки, это, может быть, и похудеет, конечно, человек, но это чревато. Об этом, к счастью, вот к моему великому удовлетворению, об этом начинают все больше и больше говорить. Нам так кажется, потому что мы это видим в нашем каком-то окружении, среди коллег. Но при этом я реально захожу и смотрю, как вот потребители этих марафонов, вот этих коробок с соками становятся все больше и больше. Люди идут, и они слышат, правда, о том, что нужен детокс. У нас там токсинов огромное количество. При этом никто не задумывается на тему того, что, может быть, надо как-то токсическую нагрузку на себя сократить немножко. Что у нас по большей части из того, что нас окружает, является для нас именно такой отравляющей нагрузкой для организма? Что нагружает печень? Печень нагружать может всё, но я бы не сказала, что что-то конкретное, а оно всего понемножку. Всего понемножку и создаётся большая куча, которую печень уже, ну, тяжело ей. Это, смотри, это, во-первых, это даже мысли наши негативные, потому что это стресс. Стресс поднимает кортизол, кортизол тянет сахар. Сахар вызывает воспаление, всё. Всё, привет, в печени уже нагрузка. Это ксенобиотики так называемые. Ну, то есть это те вещества летучие, ксеноэстрогены их ещё называют, которые, например, вот когда ты мимо отдела бытовой химии проходишь, и даже если ты не знаешь, что он там, ты по запаху это почувствуешь. Или отдел парфюмерии, например. Вот эти летучие вещества – это и есть ксеноэстрогены. Мне сразу плохо становится. Да. И вот нам сейчас с тобой плохо, потому что мы понимаем, как это действует. А люди, у которых реально уже печень такая подсаженная, они же реально не переносят запахи. Ну, то есть это уже симптом того, что печень уже не может. Это лекарственные препараты. Это большое количество сахара в рационе. Ну, то есть много что влияет на печень. Это не обязательно там вот бухать надо, как не в себя, да, или там на вредном производстве работать, или в городе, в мегаполисе жить, эти выхлопные газы просто. Я вижу сейчас часто, как люди бегут вдоль проезжей части. Они бегают. Они к здоровью бегут, понимаешь? Но вот это вот всё, что мы вдыхаем, это всё будет проходить через печень. Ну, и, конечно, это не улучшает её работу. Вот ты сейчас сказала важный момент. Мне кажется, есть такой стереотип у нас. У меня он был когда-то. Я искренне считала, что если я не употребляю алкоголь в больших количествах, то с моей печенью вообще не может быть никаких проблем, потому что есть чёткая взаимосвязь. Все болезни печени — это болезни алкоголиков. И сейчас я понимаю, что это вообще как бы не так. Вот есть такие люди ещё, знаешь, когда говорят, вот этот ваш здоровый образ жизни, вот, значит, и приводят пример какого-то человека, который не пил, не курил, бегал вдоль проезжей части по утрам, в 40 лет непонятно от чего умер. И говорят, вот он этот ваш, ДОЖ. Вот поэтому я и говорю, что организм — это единая система. И любое заболевание — это очень многофакторное заболевание. Очень многофакторное. Во-первых, оно не развивается с понедельника на вторник. Никто не просыпается с сахарным диабетом с понедельника на вторник. Никто не просыпается с плюс 25 лишних килограммов с понедельника на вторник. Это постепенные процессы. Эти процессы начинаются с малого. Мы где-то недосыпаем, мы где-то мало двигаемся, мы где-то едим не те продукты. И сегодня нам от этой кашки на утро ничего не будет, собственно. Но через пять лет — ой, ой. И вот это вот всё накапливается, накапливается, накапливается. Я, знаешь, вспоминаю, когда... То есть и плюс ресурсы у организма надо учитывать, да, что кто-то с действительно сильными ресурсами, интеллектуально кто-то готов к такому вот, ну там, знаешь, как говорят, что уровень личности человека можно измерить величиной проблемы, которую он может решить. Я, например, вспоминаю, бабулечка у нас сидела, я маленькая была, ей было там 90 что-то с копейками лет. Она такая вот сморщенная, как урюк вся. И она беломорину из рук не выпускала. У неё просто полная пепельница к вечеру накапливалась. И я в то же время вижу, например, как люди собирают там всем миром женщине 37 лет там или ещё моложе, да, потому что у неё онкология, она никогда не курила. И вот смотри, мы точно знаем о том, что никотин, да, и ещё вся таблица Менделеева, которая содержится в современных сигаретах, и алкоголь – это всё токсины, которые нагружают нашу печень. Но откуда излишняя токсическая нагрузка у тех людей, которые не пьют и не курят? У них откуда проблемы с печенью в том числе? Ну вот смотри, например, никотин будет выключать печень долго, а парацетамол гораздо быстрее её выключит. Гораздо быстрее. Уже много исследований по этому поводу есть. Мне люди говорят, я не пью парацетамол, но я пью вот жаропонижающую, я говорю, состав посмотри, на первом месте парацетамол. То есть лекарственные препараты, которыми люди у нас лечатся, лечатся в кавычках. Обезболивающие туда же. Обезболивающие туда же. Естественно, эти вот наши резиновый пол, резиновый потолок, резиновые стены сейчас, натяжной потолок, который выбрасывает до 17 лет там формальдегид, по-моему, ёлки вот эти искусственные, которые вроде как мы их только на Новый год вытаскиваем, но они же потом под кроватью или в антресоле лежат всё это время. Продукты, в которых много сейчас химических веществ. А плюс, когда наш организм уже такой поподсаженный, в нём уже есть воспаление и уже дефициты есть, ему ещё тяжелее с этим всем справиться. Поэтому это не что-то одно. Это не никотин и не парацетамол только лишь. Это всё вместе. Понемножку там, понемножку здесь, понемножку здесь. И зачастую не надо чистить печень, её надо просто разгрузить. Убрать пластиковую посуду, например, всю. Вот всю просто. Убрать бытовую химию, вот эту вот такую, вернее, взять бытовую химию, ну хотя бы с формулы биологического распада. Ну есть же сейчас такие на рынке. Да, а не брать чего попало, там лишь бы подешевле и по акции. То есть нервничать, перестать, потому что это большая нагрузка. То есть опять же, как вот люди говорят, как я перестану нервничать, у меня начальник козлина просто вот последний, в последней степени. Я говорю, так он тут ни при чём. Реакция твоя. Вот реакция на ситуацию. Или у меня там вот мама, свекровка, там они токсичные такие люди. Я говорю, реакция на ситуацию определяет всё. Вот перестать нервничать, давать себе отдых качественный. Я предлагаю нам отдельный диалог записать вообще на тему стресса. Потому что тебе точно напишут в комментариях, перестать нервничать легко она придумала. Легко сказать, но практически невыполнимо для большинства людей. Но у нас вот на программе, когда люди смотрят модуль по здоровью, они говорят, вау, я… По стрессу. По стрессу. Ну да, модуль по стрессу, когда смотрят, они говорят, вау, я никогда не знала, мы всегда бежим от стресса. А что такое бег от стресса? Марин, отдельный диалог. Это стресс. На это должен быть у нас точно отдельный диалог. Нет, я просто к тому, что и на самом деле, когда мы понимаем, как это всё устроено даже, всё, это уже 50% успеха в борьбе со стрессом. Ну вот давай вернёмся к детоксу нашему. Скажи, вот, наверное, топ-5. У нас YouTube любит, когда мы говорим чего-то. Топ-5. Топ-5 того, что исключить нужно из своей повседневной жизни для того, чтобы разгрузить печень. Я уже услышала парцетамол, и я уже так логически понимаю, что пробежки утром возле проезжей части точно нам тоже здоровья не добавят. Да. Исключить пластиковую посуду, не пить из пластиковых бутылок, не пользоваться пластиковыми стаканчиками, не пользоваться силиконовыми ложечками для мешания, убрать тефлоновую посуду антипригарную однозначно. Антипригарная посуда может быть, но она должна быть точно не дешёвой в супермаркете за 3 или за 5 тысяч сковородка. А что скажешь по поводу, вот, история, любимая для женщин, это крема, духи, крема, вот это всё, да. То есть я не против этого. Но, во-первых, крема, кремам и духи, духам рознь, а во-вторых, мы всегда отталкиваемся не от самого продукта, а от организма. И кому-то ещё окей, а кому-то уже не окей. Поэтому желательно убрать, хотя бы на какое-то время, пока вот восстановится это всё. Потом печень, например, лучше всего работает, вот меридиан печени, работает ночью. И поэтому спать, не засиживаться допоздна, вы не представляете, как это важно. Ну вот, уважаемые подписчики, люди не представляют, как это важно. Они думают, ой, ну ладно, это-то ерунда, это я знаю, ты мне скажи, что попить. То есть вот это важно. Разгрузить печень – это спать, это двигаться, потому что это движение, это нет застойных процессов, это трофика тканей и так далее. Ну и, естественно, организовать себе питание таким образом, чтобы не было хронического воспаления в организме. Вопрос теперь, всем ли нужно реально озаботиться детоксом? Да, опять же, если возвращаться к детокс-марафонам, то они это пропагандируют, ну, скорее для тех, кто хочет похудеть. Вот как такой марафон похудения. Что касается реальной настройки систем детоксикации в организме, кому надо срочно, как понять, надо или нет, как диагностировать проблему, может быть, если они уже есть с печенью и системой детокса? Слушай, ну, во-первых, смотри, детокс – это, начнём с того, что детокс – это профилактика онкологии. Если есть у человека хороший детокс, скорее всего, он более, чем все остальные защищённые. Поэтому, да, на этом паразитируют часто. Но смотри, что исключить конкретно, это надо смотреть на человека, на его образ жизни. То есть, ну, конечно, мы сейчас скажем, что убрать парацетамол, там, убрать вот это, убрать вот это, что надо делать. Но по факту, например, дефицитные состояния, на какое их место поставить? На первое, на второе, на третье, на пятое. Дефицитные состояния, например, прежде всего по белку. Вот не хватает у человека белка? Всё. Никакие дефициты больше не закрыть, потому что белок – это транспорт для всего остального. А печень не может работать на дефицитах. Она там, ну, у неё же там первая фаза детоксикации, вторая фаза детоксикации, третья фаза детоксикации. И всё это требует витаминов, минералов, там, активных веществ. А если их нет? А он убрал духи со свежителем воздуха и вдоль дороги теперь не бегает. И думает, ну, что же моя печень-то там никак не оклемается? Это многофакторное состояние, которое не осветишь вот так вот. И вы нигде не найдёте этой информации. Вы будете читать про печень всю жизнь. Вот это можно, это нельзя. Господи, здесь можно, здесь нельзя. Сегодня вправо бежим, завтра влево бежим. Потому что это всё информация, вот, средняя по больнице. Я тоже могу сейчас назвать информацию среднюю по больнице. Но не хочу, её и так много, и без меня. Поэтому печень – это важный орган, это фильтр, это детокс, это профилактика онкологии и многих других состояний заболеваний, того же Альцгеймера, той же деменции. И ей надо заниматься через призму организма, вот, который передо мной сидит, а не из роликов в интернете. Даже моих. Всё-таки, давай диагностика. Вот есть же какие-то чёткие маркёры? Ну, АЛТ, АСТ, общий белок, конечно же, да. Маркёры воспаления, безусловно, можно посмотреть. И тогда мы можем, там, по коэффициенту ритиса, например, мы можем высчитать через АЛТ, АСТ, больше это печень или больше это сердце. Можно так посмотреть. УЗИ? Ну, УЗИ показывает свойства органа. УЗИ покажет, что печень, например, увеличена, или что у неё есть, например, там, диффузные изменения или очаговые изменения. Но это свойства органа, она не показывает функционал органа. Я когда-то очень напугалась, когда мне сказали, что у меня есть гемангиома. Гемангиома покажет. Ну, это грязь просто. Она, кстати, потом исчезла. А мне потом сказали, когда сначала мне сделали УЗИ, сказали, что вот она есть, значит, вы её мониторьте, чтобы, главное, она не росла. Потом, когда я пришла через полгода или через год, Я вообще желчный смотрела, я про эту гемангиому и не думала. Но мне сказали, что её нету. И когда я сказала, что она была, УЗИС мне сказал, вам просто по ошибке её поставили. Там её не было. Ну, не было. Потому что гемангиомы не проходят. А у меня не было 9-сантиметровой опухоли на яичнике, которая разорвала яичник и ощущалась рукой через живот. Ну, не было её просто. Это по ошибке врачи написали. Так бывает. Это удивительно, да, что, например, врачи проще поверят в ошибку коллеги, нежели в... Излечение пациента без их помощи. Это вообще фантастика, что не удалили. Но они же говорят, что не могут помочь в этой ситуации. Но у нас же сейчас много таких людей, у которых ошибочно поставили гемангиому, полип, которого вдруг нет, эндометриоз даже, да. Даже миомы, когда уменьшаются. Не, это вам ошибочно посчитали. Ну да. Такое есть. Что будет, если забить на все вот эти вот призывы нутрициологов про детокс, про печень, ну и просто спокойно дальше продолжить её нагружать? На что это влияет в организме? Не, ну печень, конечно, нагружать не надо, но по факту, знаешь, бывает так, когда человек, например, там в низком старте, в тревожности, на стрёме и думает, боже, это же что? И читает вот эти диагнозы, и он больше грузит печень, нежели бы он бегал вдоль дороги. Потому что, ну вот этот вот стрессняк, который устраивают там, если ты не пойдёшь на наш детокс... То есть ты сейчас не хочешь лишний стресс устраивать людям? Да. Прежде всего это, ну как бы, знаешь, есть такая поговорка, даже дома и стены лечат. То есть вот это внутреннее состояние, оно очень важно. И напугать, что если вот ты не почистишь паразитов с нами, ты умрёшь послезавтра. Я не хочу. И поэтому, если... Мы не чистим паразитов. Да. И от паразитов тоже не чистим. Не чистим, да. Это не наши методы. И вас не призываем. Да, но по факту, если человек просто будет вот расслабиться, да, и будет разбираться с тем, что всё-таки ему можно, что нельзя, ну при этом, конечно, он не будет там бегать вдоль дороги, обливаться духами, там курить, бухать и так далее, да. Но расслабится по этому поводу и начнёт разбираться, а что любит печень, а что не любит, а почему жиры можно и какие, да, в каком количестве. Вот только так он поможет печени, а не вот это вот делай раз, делай два, делай три. Потому что это всё всё равно, вот делай раз, делай два, делай три, это всё всё равно такое очень условное. А конкретно вот этому человеку, у которого есть проблема, надо уже разбираться со своим образом жизни, со своим рационом питания, со своим генетическим набором всё-таки. На это тоже надо делать скидку. Алкоголь. Что, алкоголь полностью надо убирать, если мы хотим детокс? Зло? Не, ну конечно, в алкоголе нет ничего хорошего. Особенно, когда за постоянку и особенно, когда сверхмеры. Но, если, например, вот кому-то надо снять головную боль, то прекрасно сработает 30 мл алкоголя, крепкого я имею в виду, да, там водка, текила и так далее, маленькими-маленькими глоточками, потому что она расширит сосуды. И большая дозировка, например, биофлавоноидов. Это уже будет работать как лекарство. И это многим людям помогает в плане, например, там, когда заболевает только человек, то можно, в принципе, ну какое-то количество алкоголя. Другое дело, что у нас у людей всегда крайности. У нас нет полутонов. У нас есть чёрное и белое. Вот те, которые против алкоголя, они говорят, какой же вы нутрициолог, вы что, вы рекомендуете пить? Которые за алкоголь говорят, ой, как мне нравится этот нутрициолог, она разрешила пить. И пьют уже не 30. И не только тогда голова, когда голова болит, понимаешь? И поэтому, опять же, вот этот совет, он такой выдранный из контекста. Я против алкоголя. Против. Но я не вижу ничего страшного, если человек, например, на Новый год выпьет там, ну чего-то там, чего ему хочется. Я не вижу ничего страшного, если в жизни у человека будет продолжать оставаться алкоголь, если при этом он знает, как устроен его организм, если он следит за всеми параметрами своего здоровья и периодически позволяет себе там расслабиться. Да тем же пивом, например, да? Недавно у нас был ролик нашумевший. То есть всё есть лекарство, и всё есть яд, и только доза делает его тем или другим. А вот эти вот крайности, которые в комментариях у нас потом несутся, там просто раз пять меня готовы, ну, никого не уговариваю. Сейчас выдам тебя. С потрохами. Мы недавно отмечали твой день рождения, 52-летний. Во время застолья сидела и рассказывала нам, что алкоголь — это лечение. Лекарство. Лекарство, да. Лекарство. Особенно если выпить за здоровье Марины Шигульской. В таком случае это лекарство. Я, знаешь, я за то, чтобы жить, чтобы не оглядываться, не бояться, не беспокоиться, чтобы не проклинать кого-то, если вдруг он там дал какой-то совет, который мне не откликается. Ну, ладно, так человек думает. Я за то, чтобы жить в гармонии вот с собой, с окружающим миром. Я за то, чтобы понимать, как устроен мой организм, никому ничего не доказывая, ну, и не неся вот эту информацию, не навязывая её кому-то другому. Ну, и не принимая то, что мне, например, рекомендуют, потому что это вот, ну, не клеится с моим пониманием. То есть я за то, что моя жизнь должна пройти максимально кайфово, и я должна нести ответственность за то, как я буду выглядеть, например, там в 65 лет, как я буду чувствовать себя там в 75 лет, до скольки я доживу в бодром здравии. Вот это, пожалуй, самое важное. А чего там пить будет человека есть? Да, собственно. Я предлагаю нам на этом заканчивать. Как ты думаешь, подарим нашим слушателям чек-лист? У нас есть классный, даже я не могу назвать это чек-листом, пособие по печени и по детоксикации. Мне кажется, здесь будет в тему дальше продолжить изучение. Подарим, конечно. Ну, то есть в любом случае есть какие-то правила, в любом случае есть какие-то основы, на которые опирается всё то индивидуальное, что мы уже там применяем для себя любимого. Безусловно, они есть. Вообще ни капельки их не отрицаю, но это я больше предпочитаю давать на индивидуальных программах. Когда я могу человеку объяснить, когда у меня есть время, когда я могу задать вопрос, и когда я уже через призму индивидуальности, вот это его, да, говорю, вот это так, 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 потому что, а вот в таком формате я не могу этого рассказать. Блин, там очень полезное руководство по печени. Да, да, я и говорю, что есть какие-то вещи, которые всё-таки базовыми являются. Да, для того, чтобы скачать пособие по печени и детоксу, мы разместим ссылочку внизу в описании к этому видео. Ну и что, собственно, на этом мы прощаемся до нашего следующего диалога. Какая будет следующая тема? О чём бы ты ещё хотела поговорить? Ну, тем на самом деле много, потому что и запросов много. Кстати, друзья, если у вас есть какое-то предложение, о чём ещё мы можем поговорить, пишите в комментариях, мы посмотрим, и, возможно, ваш совет действительно будет крутой, клёвой идеей для следующего выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok